Мы жили в Малайзии, Ефесе проживали. Ну, как город только наш не называли, и торговый центр, и религия столица. Здесь можно было Артемиде поклониться. У нас был храм той самой Артемиды, огромный очень и красивый с виду. Все жители Ефеса в храм ходили, богиня Артемиде нам кодили. Спокойно же из стекла все торговали, богиню нашу почитали. Менять религию нам не было нужды. И никто не ожидал тогда беды. А беда пришла, когда не ждали. Ее мы дружно проморгали. Один еврей в Ефесе поселился и покой наш сразу удалился. А все очень просто оказалось. Религия к нам новая пробралась. От иудеев, говорят, пришло учение, что Артемида наше заблуждение. Учение новое. Бог один. В трех лицах даже он един. Грехи прощает, надо верить, и свою жизнь ему доверить. Иисус Христос у них воскрес. И это чудо из чудес. Своей смертью всех он спас. И в это верить заставляют нас. А тот человек, что к нам пришел, таких, как он, еретиков нашел. Про Дух Святой какой-то говорил, что это Дух людей крестил. 12 человек там находилось. В Иоанново Крещениях они крестились. А он про Дух им говорил и языками всех крестил. Когда про это нам сказали, как только их не называли, да и не стали мы переживать, языки эти принимать. Однажды в городе я Павла встретил. В нем что-то новое заметил. В его глазах, в его движении. Да я сказал бы в поведении. Большого не было он сложения. Я этой встрече не придал значения. Обыкновенный. Маленького роста он изъяснялся очень просто. Узнал, что звали его Савлом. Потом прозвали его Павлом. В Дамаск он шел. И с Богом повстречался. Иисусом Бог ему назвался. Но я говорил, не произвел он впечатления. Но от нас он отличался без сомнения. Но то, что дальше здесь случилось во мне, вдруг все переменилось. На площади, где с Павлом повстречался, впервые в вере я своей засомневался. Особенно, когда один больной кричал и бился головой. И Павел на больного бросил взгляд. А я думал, хочет совершить обряд. А он сказал именем Христа, без выйдя в преисподние места. И одержимый тот упал. И пену изо рта опускал. А Павел подошел, его коснулся. И тот больной сразу очнулся. Гляд ясный. Здраво рассуждает. Павел его словом ободряет. Кто рядом был, переглянулись. И от больного отшатнулись. А Павел улыбнулся и сказал, да это Бог. Освобождение дал через Иисуса. Сына своего изгнал он беса из него. Молва об этом разлетелась. Узнать всем больше захотелось. Кто он такой, Иисус Христос? Усел, звучал не мой вопрос. Но я говорил, в Ефесе волховали. Даже мертвых вызывали. Волшебников здесь было, всех мастей. Их победил один еврей. Семь братьев жило в городе Ефесе. Всегда держались они вместе. Священник Скева, их отец. Бесславный ждал сынов конец. Они за всеми повторяли, своего не добавляли. И вызывали много гнева. Хоть их отец, священник Скева. Не помню, как мы вместе оказались. Семь братьев очень выделялись. Решили все за Павлом повторять. И беса содержимого изгнать. А изгнать решили точь-в-точь, как Павел, который Бога всегда славил. Хотели одержимому помочь. Сказали бесу, убирайся прочь. Именем Иисуса о нем Павел говорил. Именем этим тебя победил. Выди вон, мы Павла знаем. Тебя, злой дух, мы выгоняем. А, сейчас. Тот одержимый их заметил. И громко, помню, так ответил. Иисуса знаю. Павел мне знаком. И он пошел к ним на пролом. А вы кто такие? Грубо он кричал. Вы кто такие? Он их избивал. Одежды снял, до крови избил. И с дома нагими без одежды отпустил. Всех семерых один он одолел. Никто помочь ему не смел. На всех напал великий страх. Бежали братья. Все в слезах. Когда узнали все об этом. И каждый чувствовал себя задетым. А как? Как мог один он семерых избить? Заставил ноги уносить. А мне другое не дает покоя. От этой мысли нет у меня отбоя. Как одержимый мог Иисуса знать и Павла его именем назвать? Ведь раньше его Савлом звали. А имя Павел позже дали. Откуда мог он это знать? И Савла новым именем назвать. Ведь Павел был с ним незнаком. Случайно он зашел в тот дом, где упражняли сыны скевы. Казалось им, что он не смелый. Наверное, сила есть иная. Вопросы эти задавая, я не нашел, увы, ответа. Кого винить мне за вето? Ведь Павел говорил про Дух Святой. А я не знал, кто он такой. Мы Артемиде нашей поклонялись. И храмом нашим восторгались. А одержимый Артемиду не назвал. А быть может, он ее не знал. В духовном мире нет такой. Как я скорбел тогда душой. Иисуса знаю. Павел им знаком. А духи говорят святым. Я говорил, Ефес весь будоражил. Как говорят, проблему себе нажил. Да не только я. Все горожане в каком-то пребывали. Мы обмани. Мы так же Артемиде поклонялись. Но от событий тех не отрекались. Нам всем мешал апостол Павел, который каждый день Иисуса славил. Он приобрел в Ефесе популярность. И даже появилась благодарность за то учение, что принес. И слово с властью произнес. А были те, кто видели угрозу. И против Павла встали в позу. Настроили людей против него, чтобы не слышать ничего. Но Ефесянам трудно запрещать. И Павла стали узнавать. Вопросы, долгие беседы. А почему не веришь Артемиде? И старался он ответить всем. Не спорил Павел там ни с кем. А я все слушал и не понимал. Но все на ус себе мотал. Тех семерых, что бес избил и так позорно отпустил, народу на глаза не попадались. Все говорят, что в стороне они держались. С позором этим трудно жить. Позор такой им надо смыть. А нечего в чужом служении упражняться. Так было глупо подставляться. А молва о Павле разнеслась. До заклинателя, похоже, добралась. Они поверили его словам. И собрание разделилось пополам. Одни из дома книги принесли. В огромную кучу их сожгли. Другие почитали Артемиду, таили на других обиду. Сложил тогда я сумму книг. И в эту цифру черниг драхм было тысяч пятьдесят. Об этом много говорят. Ну и произошел мятеж. Возглавил его Дмитрий. Похоже, был такой он хитрый. Давал художникам он заработать. А те платили храму подать. Потом сказал всего лишимся. И даже в бедных превратимся. Придет упадок ремесло. Ведь Павел делает нам зло. Не можем храм наш содержать. Должны мы все его изгнать. И все закричали унисон. Ты, Павел, убирайся вон. Дочь Зевса, Артемида велика. Храм видно наш издалека. Схватили Павла и его друзей. А народ кричал еще сильнее. А мое сердце жгла обиды. Невелика ты, Артемида. Хотел тогда уединиться. Не хотел в бунте вариться. Решил побыть наедине с собой, чтобы успокоиться душой. Про Дух Святой я размышлял. И кто-то в сердце постучал. Иисус все делает руками Павла. Вот потому такая травля. Я откровенно удивился. И помню, с духом я крестился. Я понял, Бог один. В трех лицах даже Он един. Всем говорю, ты веришь в Бога? Пересеклась ли с Ним дорога? Кто для тебя Иисус Христос? Всем задаю такой вопрос. Ты, может быть, за ближним повторяешь, а Боги с ним не размышляешь. Молитвой молишь, и как твой сосед не слышишь Божий твой ответ. Ты лично должен встретиться с Христом, жалеть не будешь ни о чем. И Он научит тебя служить, как правильно на свете этом жить. Не повторяй и не копиру брата. Пусть твоя жизнь пред Богом будет свято. Ты не дублируй ближнего служения. Получишь ты от Бога поручение. Служите Богу и друг другу. Не принимай все это за услугу, ведь это делать все мы можем. Вот давайте ближнему поможем. Вся наша жизнь – это служение. Нужны менять свое решение и лично встретиться с Иисусом. И жизнь наша будет с жирным плюсом. Когда ты встретишься с Христом, придет спасение в твой дом, ты взгляд на Бога сфокусируй и служение ближних не копируй. Два года Павел жил в Ефесе. Нам говорил о Парватезавесе. Про Дух Святой, конечно, он говорил. Этот Дух людей крестил. Послание он Ефесянам написал. Его письмом он называл. А мы читали, восторгались, общению с Богом наслаждались. Настало время, Павел нас оставил. А на словах, помню, добавил. Святого Духа принимайте. Никогда не оскорбляйте. Хула на Духа не простится. Такое пусть даже не снится. Сынов, вы, с кем вы чаще вспоминайте, и поверьте только, поступайте. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!